Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет читаем Исайю. На очереди у нас 15 глава. 15 и 16 главы – это пророчества о Муаве или против Муава. И словом «пророчество» в русском языке, употребленном в переводе в русском, за этим словом стоит в еврейском тексте слово «маса». То же самое слово, с которого начинается 13 глава, где речь идет о Вавилоне. Вот здесь «маса-моав». «Маса-моав» – так начинается пророчество о Муаве. Надписание, собственно говоря, этих пророческих речей, собранных в 15 и 16 главе. Муав, Заярдания, Моавитские степи, равнины Муава, Руфь-Моавитянка. Что еще нам вспоминается? Вспоминается, конечно же, история, связанная с племянником Авраама, с Лотом, от которого, согласно книге Бытие, произошли два народа – Моавитяне и Аммонитяне, населявшие заирданские низменности и холмы. Так вот, эти Моавитяне, они какое-то время находились в подчинении у израильтян. Давид покорил, Моав покорил Аммон, на юге покорил Эдом. И во время расцвета Иудейского царства Моав находился в подчинении у иудейского царя, у потомков Давида. Потом, когда наступили другие времена, наступила новая ассирийская эпоха, Моав стал, как и северноизраильское царство, позднее иудейское, оказался в ассальной зависимости от ассирийской державы, это Шура. Вот здесь звучит пророчество против него. Соседи Израиля, соседи иудеи, они радовались, злорадствовали, видя, как враги окружают, уничтожают Иерусалим, захватывают царя иерусалимского, уводят знать во главе с царем и его семейством, уводят в плен. Они радовались, злорадствовали. Вместе с Эдомом, вместе с Омоном злорадствовал Моав, эти близко родственные, в общем-то, израильтянам народ, и за это злорадство они должны будут поплатиться. Так ночью разорен будет Ар-Моав и уничтожен. Так ночью будет разорен Кир-Моав и уничтожен. Название населенных пунктов, название городов укрепленных. Кир — это стена, Кир-Моав, город, Ар-Моав тоже город. И дальше перечисляется еще целый ряд городов, которые будут разрушены, захвачены неприятелем. Скорее всего, речь здесь идет о Вавилонской армии, о Вавилонском нашествии. Моав рыдает над Нево и Медевою. Нево — гора, связанная с историей смерти Моисея. Заключительная глава книги «Второзаконие» рассказывает нам о том, как Моисей умер и был погребен на горе Нево. Впрочем, точное местонахождение его могилы неизвестно. Гора Нево на равнинах Моава. С нее открывается прекрасный вид. На западный берег реки Иордан и на всю ту землю, которая является землей обетованной и святой землей Израиля. С нее обозревал Моше, вождь и законодатель Моисей. Обозревал землю, в которую ему не суждено было ступить. На этой горе он умер. А Медева — это Мадава. Мадава — известный городок в нынешнем королевстве Иордания с известным храмом, с известными мозаиками на полу. В общем, Медева здесь, на дальнем переводе, — это Мадава. Кто бывал в Иордании, кто бывал в паломничестве, несомненно, посещал и этот христианский городок Мадава. На нем, в этом городе, сохранилась церковь византийского периода с самой древней мозаичной картой святой земли Израиля. Вот жители этих городов, они покорены своими врагами, и Муав рыдает над Нево и Медевою. Нево и Мадава. Муав, то есть Муавитяне, Муавский народ. Муавитский. И у всех их острижены головы, у всех обриты бороды. В знак траура, а также в знак своего пленения. Ну, пленников стригли, пленников брили, оковывали цепями, одевали на них вретище, мешковину, и таким образом угоняли в плен. На улицах его припоясываются вретищем. Вместо мягких одежд, обычных, на пленников напяливали вретище, мешковину, дерюгу вот эту вот из мешковины, из грубого материала. На кровлях его, на кровлях Муава, то есть на крышах и площадях его, все рыдает, утопает в слезах. Падение, захват врагами, уничтожение городов и их жителей. Вот оплакивают маавитяне, участь своей страны. И вопит, есивон. Есивон в еврейском тексте, синодальный перевод не всегда точно отражает те или иные названия, имена собственные. Более точно звучит это название, этот топоним хэшбон. Хэшбон. Вопит, хэшбон и элеала. Голос их слышится до самой яацы. За ними воины Муава рыдают. Душа его возмущена в нем. Душа Муава в нем возмущена. Поражение военное оплакивают они. Рыдает сердце мое о Муаве, говорит пророк. Пророку дорога судьба не только собственного народа, но и судьба близкоростного моего народа, маавитян. И пророческое сердце тоже рыдает о Муаве. Бегут из него к Сегору до Третьей Эглы. Сегор, та самая гора, куда убежал Лот, и где было совершено его деяние, в результате которого, деяние, точнее, его дочерей, в результате которого и появились, собственно, эти народы, Муавитяне и Амманитяне. Вот туда, к Сегору, бегут, угонзают, в этот Сегор, вспомним канон, угонзают и до Третьей Аш-Эглы. Восходят на Лухит с плачем, по дороге Хорунаимской подымают страшный крик. Народ бежит от своих врагов, их вот-вот захватят в плен, они стремятся укрыться. Гора Сегор, Эгла, дорога Хорунаимская, Лухит, все эти топонимы, целая серия топонимов здесь земли Маавицкой. Потому что воды немрима иссякли, луга засохли, трава выгорела, не стало зелени. А пастбища моавитянские, равнины моавицкие, весьма славны были. И два с половиной колена предпочли даже остаться в Заярдане. Вспомним, Реувен, Гад и полуколена Менаше предпочли вместо обетованной земли равнины моавицкие. И там, сказали они, очень много пастбищ для нашего скота. Моисей пошел им навстречу. И после завоевания Ханаана эти воины, двух этих с половиной колен, вернулись и заселили за Иорданские земли, землю Муава. Так вот, луга моавицкие засохли, трава выгорела, не стало зелени. Наказание народа часто сопровождается наказанием природы, местности, на которой живет народ. И вот луга засыхают, трава выгорает, это за грехи моавитян, за то, что они злорадствовали, когда враг одолевал и уничтожал иудеев. Поэтому они, остатки стяжания, и что сбережено ими, переносят за реку Аравийскую. Что здесь за река имеется в виду, не совсем понятно. Какой-то, видимо, поток, небольшой аравийский поток, отделяющий моавитскую землю от Аравийской земли, расположенный на юге от Муава. На юге, на востоке, за Эдомом. Ибо вопль по всем пределам Муава, от Эглаима плачь его и до Бер-Элима плачь его. Вся земля моавитская, все ее жители плачут. Потому что воды Димона, Димон – это не Димитрий, это вам не Димон. Димон – это тоже Топоним, населенный пункт. Воды Димона наполнились кровью. Когда вода наполняется кровью, значит, много уничтожено было воинов. Так что вода окрашивается кровью. Дальше прямая речь Всевышнего звучит. Я наведу на Димон еще новое. Львов на убежавших из Муава и на оставшихся в стране. Город Димон – это не имя человека, это имя города – терпит поражение от врагов. Важный город для Муава. Так вот еще и львы теперь на тех, кто из Муава убежит, и они, эти львы, нападут на Димон. Львы здесь, видимо, не метафора, а в прямом смысле львы. Ближний Восток был населен этими грозными дикими зверями, львами. Были львы, медведи. Все было в древние времена и представляли собой нереальную опасность для пастухов, для путников, да вообще для всех людей, оказавшихся вне укрытий, в чистом поле, на равнинах моавицких. Что может белоружный человек сделать против льва, если навстречу ему идет лев? Если этот человек не Самсон и не Давид, то лев его просто растерзает. Так вот львы, на убежавших из Муава, нападут на Димон и на оставшихся в стороне. Такие грозные пророчества звучат, пророк оплакивает участь Муава. 15-я глава короткая, в ней всего 9 стихов. Дальше 16-я глава, она чуть подлиннее, чуть попространней, и на ней будет продолжаться пророчество о Муаве, Маса Муав. И непонятен смысл разделения 15-й и 16-й главы. Это, в общем-то, одна глава. Почему-то те, кто отвечали за разделение, решили поделить на две главы. Ну, что ж, мы на этом сегодняшнюю нашу беседу заканчиваем, а в следующий раз встретимся и уже почитаем 16-ю главу, в которой продолжается и завершается пророчество о Муаве. Запись делается для библейского портала Exeget. Продолжение следует...